Светящиеся шляпы в виде рыбы, платья морской владычицы. В Челябинском театре оперы и балета необычные наряды шьет столичный мастер. Художника по костюмам из Москвы пригласили готовить премьеру. Какую необычную постановку покажут южноуральскому зрителю, Ирина Гончаренко выяснила. Это вот главная героиня, первое платье в первом акте. Нарина. Нарина, да, первая акция первая. Московские костюмеры Нана Абдрашитова хлопочут вокруг артистки оперного театра, подгоняют наряд прямо на модели. Главное, чтобы костюмчик сидел. Сейчас столичный мастер работает над костюмами для оперы Дон Паскуали. Нана рассказывает, под ее руководством будет шито около 60 нарядов. Это одежда для главного героя, прислуги, кухара, горожан. А у главной героини будет сразу четыре платья. В самом красивом выйдет во втором акте. Платье морской владычицы уже начали шить. Вот оно нежно-голубого цвета. Хотелось сделать образ такой, как морской пены волн, в которой появляется героиня, как из пены морской. Но чтобы это была такая метафора какой-то морских волн, морской пены. Поэтому это очень объемное и такое странное по конструкции платья. Московского художника по костюмам пригласили для подготовки премьеры в театре имени Глинки. Итальянская опера «Буфаст» Дон Паскуали давно стала хитом мировых сцен. Но челябинскому зрителю покажут постановку в новом прочтении. Традиционная обстановка викторианской эпохи из первого действия сменится подводным миром во второй части спектакля. Солисты оперного предстанут в образах морских обитателей. Вот в таких головных уборах появятся артисты на сцене. Действия второго акта будет проходить в полной темноте. Поэтому, чтобы костюмы выделялись и были заметны, их дополнят неоновой подсветкой. Главный режиссер театра оперы и балета Екатерина Василева уверена, необычные костюмы и декорации публика примет. А жанр опера «Буфа» такие вольности позволяет. К тому же на сцене театра Глинки давно не давали комедийных пример. По такому настроению соскучились и артисты, и зрители. В первую очередь зритель, когда идет в театр, должен быть готов к каким-то новым ярким впечатлениям. А дальше уже дело театра, каким образом он эти яркие впечатления до него доносит. Поэтому у меня нет никаких опасений на тему Дона Паскуали, что он будет недостаточно доступным для восприятия. До премьера остается всего полмесяца. Дона Паскуали покажут 3-4 марта в театре оперы и балета. Это комедийная постановка в трех актах итальянского композитора Гаэтана Даницетти. История старого богатого холостяка, который хочет жениться на молодой девушке, но его избранница влюбляется в другого. Развязка любовного треугольника точно удивит. Ирина Гончаренко, Артем Большаков, ОТВ.